Здравствуйте, товарищи. 1 апреля, как известно, Международный день смеха. Но смех бывает разный. Бывает смех радостный, а бывает смех горький. И чтобы убедиться в этом, давайте вспомним историю 1 апреля в 50-е годы, в начале 60-х годов в Советском Союзе. Вот 1 апреля 1952 года, для примера, был очень радостный для советских людей. Почему? Потому что в центральных газетах было опубликовано постановление правительства о понижении цен на широкий круг предметов народного потребления, от продовольственных до непродовольственных. Ну и, конечно же, такое постановление не могло не вызвать радости и смеха. Смеха облегчения, потому что жизнь была очень нелегкой в то время, как мы с вами понимаем. Значит, Великая Отечественная война была тяжелым испытанием. Фашистская оккупация привела к значительной части территории страны, привела к тому, что 30% производственных мощностей заводов и фабрик, то есть и не только заводов и фабрик, но и коллективных хозяйств были разрушены, и это надо было восстановить. При том, что десятки миллионов трудоспособных людей погибли на фронте или стали инвалидами. И вот оставшимся здесь трудоспособным надо было все это восстановить. Поэтому непростая была жизнь, конечно же. И, тем не менее, значит, вот 1 апреля можно было посмеяться, потому что действительно радостные события очень. Посмеялся бы с радостью, с облегчением советский народ и 1 апреля 1953 года, если бы ни одно очень печальное событие. Незадолго до этого скончался, 5 марта 1953 года, скончался товарищ Сталин. И, конечно же, все понимали, что вот это постановление о понижении цен было подготовлено по инициативе и под руководством товарища Сталина, но всенародная скорбь едва ли оставляла место для уж такой широкой радости от улучшения жизни. Надо сказать, что не только 1 апреля понижались цены, как мы знаем. Они понижались и в декабре 1947 года, это было первое понижение цены, они понижались и 1 марта, в 49-м, 50-51 годах. Ну вот я уж просто привел этот пример первоапрельский, что и 1 апреля тоже, попало вот в эту очень радостную полосу событий, связанных с значительным улучшением жизни народа. Понижение цен инициативе товарища Сталина, недруги рабочего класса и социализма очень часто критикуют по ряду обстоятельств. Ну, говорят, вот, дескать, цены 1947 года были выше предвоенных. Надо сказать, что перед войной было, так сказать, такое положение, что существовало два уровня цен. Цены, которые по карточкам, по которым реализовывались товары, карточным образом, и в открытой торговле, коммерческие цены. Ну, конечно, государство то, что раздавало по карточкам и передавало по карточкам, эти цены контролировало, они были значительно ниже, чем коммерческие, которые складывались, ну, в какой-то, в каком смысле, под влиянием спроса и предложения. Да, это так, конечно. Но, тем не менее, отметим, что в 1947 году цены были установлены в целом ниже коммерческих, хотя и выше предвоенных, вот этих нормированных цен, а по некоторым, особенно важным предметам употребления, они цены 1947 года соответствуют предвоенным, вот этим нормированным ценам, например, на хлеб. Поэтому, вот, нельзя уж все за одну скобку брать, это, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что было до войны и что было после войны, когда были огромные разрушения, когда, значит, погибли очень-очень многие работники, да, и в этих условиях действительно затраты возросли. Но, у нас же в виде тенденции, ну, хорошо, подняли цены по сравнению, в основном, по сравнению с предвоенными. А дальше-то, вот если ввести систематическую линию на понижение цен, значит, начиная с какого-то момента, цены должны были оказаться ниже предвоенных. И наряд предметов народного применения, тоже хлеб, они оказались ниже предвоенных. Ну, а если они к 1953 году не казались ниже предвоенных, ну, уж при такой-то динамике, вот, скажем, к 1961 году или 1962, они точно были бы ниже предвоенных в разы. То есть, дело времени здесь было. И не просто времени, конечно, а работы. Вот в этом направлении. И надо сказать, что вот такая практика ценообразования – это вовсе не придумка товарища Сталина. Вот он такой был добрый. Это реализация товарища Сталина, сознательная реализация законов развития экономики социализма. А как мы знаем, значит, целью социалистического производства является обеспечение благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества. Эта цель достигается на основе повышения производительности труда и закон экономии рабочего времени является первым законом при коммунизме, в том числе и на его первой стадии, стадии социализма. Да, и, значит, экономия труда позволяет снижать затраты труда, а цена при социализме есть не что иное, как плановый норматив затрат труда. И тем самым товарищ Сталин и, соответственно, те, кто проводил этот курс, это были люди, которые понимали, что научно-технический прогресс закономерно ведет к понижению затрат труда, и надо во всю эту закономерность, этот закон экономии рабочего времени использовать. Это и использовалось, и это просто замечательно. Ну, это причем как ведь осуществлялось, заметьте, насколько люди глубоко понимали, что зачем идет. Поскольку это было централизованно управляемое государственное хозяйство, то плановое управляемое, то люди не только ждали, что повысится производительность труда, я имею в виду руководители, они давали задания по понижению затрат труда и, так сказать, в плановом порядке понижали цены. Это означает, что если ты не руководитель предприятия, коллектив, если вы не понизите затрат труда в соответствии с тем, что понижается плановый норматив и затрат, выраженный в ценах, то есть если ты себестоимость не понизил в достаточной степени, то ты тогда не получишь норматив еще один, прибыли, как некоторый избыток над себестоимостью. То есть не все же надо было производить только для себя, что называется, я имею в виду по затратам. Сколько затратил, столько и получил. Что-то надо было на общество отдать. И вот это я отдавался в виде и прибыли, и налогособорота. То есть поэтому надо было все эти показатели налогособорота и норматив прибыли выполнить. И, значит, если ты это делал путем понижения затрат труда, ты молодец. Если не делал, значит, надо разбираться. Как же ты не обеспечил понижение затрат труда, значит, ты чего-то не использовал, каких-то резервов, значит, ты работаешь по старинке, не используешь научно-сетические провесы и так далее. То есть мы знаем, что в таких условиях руководители предприятия все время находились под прессом. Каким прессом? Под прессом того, что необходимо искать новое, необходимо принять новое, а не то, чтобы, сказать, необходимо по министерству выбирать, выбивать корректировку плана, годового плана в декабре, чем занимались руководители и директора предприятий в конце 80-х годов. Да даже еще и раньше. Да, уже в 80-е годы, а то и в конце 70-х годов. Вот они этим занимались. Вот у них какой был научно-технический прогресс. Взять, значит, чемодан, коньяк, наверное, и деньги тоже, и отправиться в министерство с тем, чтобы скорректировать план под фактический уровень выполнения, то есть понизить его задним числом и получить премию. То есть вообще вместо того, чтобы положить партийный билет, а может еще и под суд пойти, потому что с чем связано такое неуполнение плана? Может, это было расхищение. Так ты еще и премию получаешь. Вот это уже был полный разврат, уже полная картина, значит, отрицания коммунизма. Но к этому еще надо было прийти. А вот товарищ пристали делать, вот мы видим, каким образом. Так, как и должно быть. Понятно, что понижать цены на предметы продовольствия было тоже очень непросто в тех условиях, поскольку деревня тоже жила очень тяжело. Но тем не менее, и приходилось жить не только, и не столько даже за счет общественного хозяйства, сколько за счет пособного хозяйства. В этом смысле, значит, колхозное крестьянство и совхозное крестьянство поставило плечо рабочему классу, и здесь это было вполне обоснованно и оправдано, с учетом того, что производительные силы города были подворены значительно сильнее, разрушены в европейской части. И рабочие сами себя прокомнить не могли, в отличие от того, что было в сельском хозяйстве. Поэтому, когда говорят, что вот, а село жило бедно, вот цены в городских магазинах понижались. Но надо было поддержать тогда рабочий класс, на него еще больше тяги легли. И если бы дальше, что предполагалось, восстановили в полной мере промышленность, и предметы потребления, и средства производства производятся по низким ценам, идут в том числе и в деревню социалистическую, и там ли тоже живут лучше и лучше и лучше. Вот ведь как предполагалось. И должно было быть. Вспоминают также, что перед понижением цен была проведена нежная реформа. Дескать, говорят, вот, ограбил Сталина. Спрашивайте, с кого ограбил. Вот, во-первых, выясняется из статистики того времени, что основная масса вкладов приходилось на 3% населения. Поэтому, когда, значит, избыточные вклады обменивали там 10 рублей вклада на 1 рубль или вообще изымали, то кто пострадал? Ну, рабочие и колхозники не пострадали. Не было у них таких сумасшедших денег. А кто же пострадал? А пострадали спекулянты, барыги, прежде всего. Вот они и пострадали. А откуда они взялись? Ну, взялись. Вот обстановка военного времени, она, между прочим, создавала и предпосылки для такой деятельности, спекуляции. Ну, например, моя мама вспоминала, когда девочка была, что жили они с своей матерью и бабушкой на карточке продовольственной, хлебной карточке, да, значит, мой дед, ее отец был на фронте, попал в окружение, и там, ну, вообще, как можно было рассчитывать? Значит, бабушка моя была больна, и работать не могла, и вот надо было прожить на эти карточки, и вот голодно было все время. А и вот мама приходила в класс и вспоминала, так сказать, с болью, что был мальчишка такой, который, значит, пинал по классу, это вголовное это время, военное, булочку, белую булочку. Что ж за мальчишка такой был? Ну, это был сын продавщицы в хлебном магазине, которая по карточкам раздавала хлеб и, видимо, обвешивала, а дальше через задний ход там, через черный ход, да, продавала этот хлеб, и вот озолотилась. И вот у нее были большие сбережения, и вот нас же какая печаль, эти сбережения были изъяты в результате денежной реформы. Вот кто бы печалился? Вот она, безусловно, печалилась, конечно. Но рабочий это класс был бы, и, так сказать, все трудящиеся были рады этому обстоятельству, что незаработанные деньги изъять. Это что? Кто критикует? Ну, критикуют враги социализма. До них незаработанные деньги, когда взымаются, это просто трагедия. Так они и сейчас, конечно, этого не могут даже себе представить. А для социализма это норма. Поэтому нет оснований считать, что курс на понижение цен был экономически необоснованным, наносил ущерб, он наносил ущерб тем, кто наносил ущерб рабочему классу. Ну, и вот я еще раз говорю, что, конечно, люди, которые встречали понижение цен, они были очень рады, очень счастливы, улыбались, в том числе и 1 апреля. Это было большое событие. Но я еще забыл сказать об одном кластере, так сказать, недовольных. Вот мне приходилось говорить с одним человеком уже в пожилом возрасте, который, когда вспоминал понижение цен, с грустью говорил, да, да, помню. А в чем проблема? А проблема была в том, что он был продавцом в магазине или даже директором, и приходилось переписывать все документы, все накладные, все ценники, и приходилось это все надо было сделать срочно, ночью и так далее. Вот, наверное, он не насыпался, и в связи с пиком этой работы был недоволен. Да, наверное, кстати говоря, и продавцы были немножко недовольны, потому что выбивалась почва для создания дефицита тоже, потому что понижали цены на то, чего становилось больше, а денежную зарплату не повышали. Да, зачем повышать денежную зарплату, когда основной путь, рост реальных доходов был путем, значит, понижения цен. То есть на ту же денежную зарплату вы могли купить больше. Ну, как-то вот, конечно, вот тем, кто хотел тут спекульнуть за государственный счет, было очень невесело. Ну, а кто сказал, что при диктатуре потерято надо считаться с интересами и весельями вот таких граждан? Это очень нормально, что с ними боролись. Ну, так это вот сталинское время, когда 1 апреля, исключение, конечно, 1 апреля 1953 года, это время, это день радости, день веселого смеха, связанного с тем, что сделан еще один очень большой шаг – повышение народного благосостояния. И прежде всего, конечно, по состоянию рабочего класса трудящихся. Ну, вот Хрущев, как мы знаем, повел себя по-другому. Значит, Хрущев, понятно, что это антикоммунист теперь, это уже разъяснилось с высоты времени, да, и как он отнесся к линии на понижение цен? Понятно, что отрицательно. Эта линия перестала просто реализовываться. То есть, несмотря на научно-технический прогресс, который шел по инерции, да, цены не понижались, значит, положение не улучшалось. А как можно тогда пытались улучшить? Ну, давайте повысим зарплату одним, зарплату другим повысим. Сразу всем не повышали. А вы повысили зарплату учителям, а врачи говорят, а мы чем хуже, вы повышили врачам, а значит, инженер говорит, а мы чем хуже. И так далее, поехало. То есть, это уже не повышение благосостояния для всех. Вот любой другой путь, кроме понижения цены. А это повышение благосостояния для определенной группы, без того, чтобы повышалось благосостояние у другой группы. И тогда это рост социально-экономических различий, рост напряжения социально-экономического. Ну, а кроме того, значит, кроме того, что в области саморазования делалось таким образом, сделал еще и экономику очень многое, чтобы ее разрушить. Убрали централизованные планы управления по министерской линии, значит, сразу кооперация нарушилась, значит, затраты возросли. Разделили управление, городские, сельские, порткомы. Все это, на самом деле, нужно было не для того, чтобы повысить эффективность. Какая тут повышение эффективности была? Для того, чтобы кадры, которые привыкли работать на понижение цены, были задвинуты на задворке хрущевом. Ну, и когда, значит, дальше, значит, был троскистский скачок, давайте сразу прямо ближе к коммунизму и не нарастим сначала общественное производство, там, мясо, молока и продуктов растеневодства, а сначала мы закроем пособное хозяйство. Закрыли. Значит, сократилось результате производства молока, мяса, и стало меньше, чем, представляющий, Сталин. Ну, вот уже, это называется, пришли, что называется, пошли к коммунизму. Идиоты, да? Как будто социализм и не есть уже коммунизм в его первой фазе. Ну, и к чему приехали? А приехали к тому, что надо было как-то уже повышать цены, потому что вот концы с концами не сходились. Ну, с чего начали? Начали с невинного. Давайте проведем деноминацию. Значит, уберем один нолик из цены, из зарплат. Ну, хорошо, нолик убрали один. А если вот стакан воды газированный стоил одну копейку до деноминации 61-го года, а после того, как убрали, как вы от копейки убираете нолик? Напишите 0,1 копейки, что ли, еще какую-то денежную единицу, более мелко придумайте. Ничего придумать не стали. Говорили, ну, сколько хотите, столько пейте. Вот 10 стаканов ваши. Ну, кто это будет без 5-10 стаканов воды? А потом как-то так уже стакан воды стоил одну копейку. То есть, на самом деле, новые, деноминированные. То есть, цены на воду повысились в 10 раз. Округляли цены тоже в сторону повышения. Ну, в общем, конечно, там, где 17 было копеек, ну, стало 2 копейки. Так вы куда повысили-то? Повысили цены тем самым. Ну, это было скрыто так, дескать, технические какие-то изъяны. Но этого не хватило. Потому что курс на распад социализма, на зарушение его экономики продолжался. И, значит, был осуществлен следующий тогда шаг. Следующий шаг стоял в том, что просто повысили цены. Вот это было, правда, не 1 апреля. Как-то не рискнул Никита Сергеевич вот так повеселить народ. А было это сделано 1 июня. Но всё равно к дате приурочено. И цены на молоко, на мясо были подняты, повышены на 25-30%. Что вызвало, конечно, совершенно справедливое возмущение народ, даже далёкий, далёкий от экономической теории социализма. Он, так сказать, на своём опыте понял, что курс руководящей партии противоположен курсу на уничтожение классов и на повышение благостания, обеспечение благостания и свободное всестороннее развитие всех членов общества. То, что, так сказать, курс стал противоположным. Да, были выступления, самые известные из них Новочеркасская, но без партийной организации, конечно, и без партийной организованности вот этот курс поменять было сложно. А внутри партии силы коммунистические оказались разрозненными. Ну, так сказать, не случайно же такой вот этот закулисный махинатор и заговорщик Хрущёв всё это сделал. То есть, он ударил сразу по штабам, причём критиковал мало, а сам-то он по штабам не ударил, он первый был ударивший по штабам. И вот армия коммунистов, я думаю, достаточно многочисленная оказалась, так сказать, разрозненной, неорганизованной, и вот антикоммунисты дальше по этому пути пошли. Уже в программу, не поворачивается язык, сказать, партийную, в антипартийную программу 1861 года было записано, что она широко использовать. Использовать, значит, кредит, прибыль, все эти категории рыночной экономики. Причём не говорили, что это категория с новым содержанием, которые должны привести к укреплению непосредственно общественной природы, социализма. А так получилось, что антипартийная программа открыла дорогу, значит, антикоммунистической экономической реформы 65-го года. Уже Хрущёва к этому времени не было, но курс продолжался. Хрущёвский, и тут ведь дело не в фамилии, а в том, что вектор, и вектор это был антикоммунистический. Значит, и понятно, что 65-го года, когда в углу поставили прибыль, то никакого уже материальной заинтересованности, экрессивной, я имею в виду, такой, сказать, которая поощрялась бы на понижение затрат, на понижение цен уже не было, уже поощряли как раз за то, чтобы нам повысить затраты, потому что повышение затрат при заданном нормативе рентабельности увеличивало объём прибыли, а объём прибыли служил источником фонда материального поощрения коллектива. То есть прямо взяли курс на уничтожение социализма, на подрыв общественной заинтересованности, а реализация общественной заинтересованности как раз и предполагает понижение цен. Ну, естественно, цены стали расти, и хотя вроде как-то нельзя было при социализме прямо провозгласить, что повышаются цены. Тем более после хрущёвского опыта 1962 года. Поэтому было по-другому. Значит, то, что стоило дёшево, этот предмет потребления замещался другим, как будто бы новым, с лучшими качествами, но более дорогим. На самом деле это часто было такое косметическое преобразование, и это был предлог для повышения цены. И поэтому, если при Сталине буквально за 5-6 лет цены потребительские кратно понизились, понизились, то с 1965 года начиная, мы уж не считаем вот этот скачок 1962 года, цены по 1985 год были повышены где-то процентов на 30. На 30 в целом, да. Ну, это, мне кажется, уже более скромная оценка, но, по крайней мере, было понятно, куда дело идёт. А дальше просто был повторён опыт Никиты Сергеевича, только в более широких масштабах, и уже никаких препятствий не было, поскольку с честью и совестью людей антипартийных давно было покончено. Они вот забладали, укрепили свою, так сказать, власть. И даже формально КПСС отринули. Ну, вот тогда пошли цены вверх, и теперь как-то, если и смеяться 1 апреля, то над тем, что, так сказать, или над какой-нибудь ерундовиной, ну, с чем, собственно, и занимаются. Обманывают там, так сказать, разыгрывают. Как-то людей, так сказать, вводят в заблуждение, потом выясняется, что это такая шутка, такие шутки, что иногда и за сердце схватишься. Вот такого рода дурацкий розыгрыш, вместо того, чтобы порадовать людей понижением цен. И посмеяться над тем, что вот вчера было тяжело, а сегодня легче, и вот такой смех облегчения такой. Нет, таким смехом уже давно рабочий класс не смеется. Рабочий класс не смеется. А начал все это Хрущев. Поэтому мы видим, что смех, 1 апрельский смех, зависит от того, какой курс реализуется в стране. Вот когда проводится курс на уничтожение классов и на построение, так сказать, утверждение полного коммунизма, и этот курс включает, естественно, понижение цен на предмет употребления, сокращение рабочего времени без понижения реальной зарплаты, то народ весело смеется. Когда берет вверх противоположные тенденции, противоположный курс, курс на повышение цен, на увеличение продолжительности рабочего времени, то если народ смеется, то это горькая усмешка. Знаете, как вот смеялись когда-то крестьяне, когда говорили, эх, вот тебе бабушка и Юрьев день. Вы помните, что Юрьев день – это день, раз в году, когда крестьяне имели право крепостные уйти от своего помещика к тому помещику, кто, на их взгляд, был бы лучше. Но, как говорят, Борис Годунов отменил этот день, поэтому его так не любили, переписали ему, ну, а это большой вопрос, делал или не делал, значит, смерть царевича Дмитрия. Вот всё плохое с этим ассоциировалось. Вот что-то такое уже подобное, только, конечно, в более широком масштабе и отрагивающем интересы, ну, уже, так сказать, современного класса, рабочего класса проделал Хрущёв, поэтому вспоминать хрущёвские штучки можно только с горечью, ну, а на самом деле, я думаю, что надо и с презрением, и с невыгиванием, и с тем, чтобы были все точки нады расставлены, и ореол вот этого первопроходца или какого-то там, значит, освободителя и так далее, с него надо сорвать, показать его в неприкрытой, так сказать, мерзость его абразины, которая, так сказать, была связана с разрушением социализма. Ну, разумеется, так сказать, надо понимать, что класс, заинтересованный в понижении цен, никуда не делся, это рабочий класс. И рабочий класс обязательно будет понижать цены. Когда? Ну, когда вот побьётся за свои интересы в условиях капитализма, повысит себе заработную плату, добьётся сокращение рабочего дня, расширит, значит, тем самым предпосылки для своей политической борьбы, вот в ходе забастовочной борьбы создаст советы, как органы, объединяющие забасткомы, забастком, так сказать, советам придаст силу власти, ну, и тогда будет реализовывать программу на повышение благосостояния всех членов общества, да, и, разумеется, всё это, конечно, происходит не стихийным образом, стихийно, как мы видим, ничего особенного не получается. Всё это должно происходить организованно при помощи политического авангарда, как это было при товарища Сталине. И такой авангард, то есть политическая партия рабочего класса современной России формируется, это общественное объединение рабочей партии России. И в программе рабочей партии России, разумеется, предусмотрено, что плоды научно-технического прогресса должны принадлежать рабочему классу и трудящимся, в том числе благодаря планомерному понижению цен. Я думаю, что, поскольку мы ставим на плечах гигантов, да, мы понимаем, как это делается, может быть, и почаще будет, так сказать, осуществляться понижение цен, чем раз в году, да, планомерно, и поэтому, может, почаще, так сказать, в этом будущем, в будущем победившие диктатуры, патриаты и возрождённые советской власти будут улыбаться и смеяться, так сказать, трудящиеся, чем только 1 апреля. И не только 1 апреля, но каждый день понижения цен будет день весёлого такого смеха. Ну, я думаю, что вот этот весёлый смех, он вполне закономерен, потому что смех людей, которые, так сказать, трудовые будни напряжённо трудятся, ответственно, инициативно, поэтому они могут веселиться, как-то в песне пелось, что мы будем, так сказать, веселиться, как дети, да, имея в виду, что непосредственно и радостно. Ну, короче говоря, до этой радости, конечно, надо дойти, она сама не придёт, этого надо добиться, но то, что это будет, это несомненно. И уже сегодня это вселяет оптимизм и уверенность, так сказать, в будущем членов рабочей партии России, они поэтому оптимисты, они знают, что раньше или позже рабочий класс вот такой порядок жизни установит, когда снова будет, как говорят, социальный оптимизм, и снова 1 апреля будет праздник радостного, весёлого смеха хозяев жизни. Вот для того, чтобы приблизить это радостное и так желаемое всеми нами время, нужно, конечно, позаботиться об укреплении и развитии общественного объединения рабочей партии России. Поэтому нужно, чтобы передовые рабочие, сознательные интеллигенты входили в эту партию, делали то, что нужно для организации рабочего класса, для приближения курса на понижение цен и 1 апреля, и во многие другие дни. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok